здравствуйте уважаемые коллеги дамы и господа студенты сегодняшняя тема сегодняшней лекции сегодняшнее занятие раскрою вам немножко управление содержанием проекта на протяжении всего курса вы достаточно часто будете слышать такую фразу как вот эта область знаний самая важная или очень важно это не вовсе не из-за того что мы оговариваемся единственная причина каждое знание которое мы вам тут постараемся дать она действительно очень важно в управлении проектами поэтому вы уж нас простите но мы действительно будем регулярно говорить что это область знаний или это знание это умение действительно очень важно для нас управление содержимым содержанием проекта это одна из важнейших областей знаний и умение для успешного проект менеджера процессы управления содержанием проекта необходимы в принципе для того чтобы в проект были включены только необходимые работы и ресурсы для достижения целей проекта я сейчас перечислю эти процессы это процесс планирование управления содержанием проекта это процесс сбора требований к проекту определение содержама содержание создание иерархической структуры работ подтверждение содержания и в принципе непосредственно контроль содержание этих работ процесс планирования управления содержанием проектов Это процесс создания плана управления содержанием проекта, документация. В принципе, документация описывает, каким именно образом будет определяться содержимое проекта, подтверждаться и контролироваться это содержимое. Процесс планирования предоставляет руководство и указание относительно управления содержанием проекта на протяжении всего проекта. На выходе этого процесса мы получаем два плана. План управления содержанием и план управления требованиями. Причем план управления содержанием, он описывает, каким именно образом содержание будет определяться, разрабатываться, отслеживаться, контролироваться и проверяться. План управления содержимым может быть формальным и может быть неформальным. Все зависит от требований той компании, для которой разрабатывается проект. У вас могут во время проекта или во время предпроектной подготовки, либо же после закрытия проекта запросить всю эту документацию. И в зависимости от того, какие объемы по ней были оговорены изначально, вы обязаны будете ее предоставить. План управления требованиями, он содержит в себе критерии, по которым будет приниматься проект или работы по проекту. Также он описывает способы анализа соответствия конечного продукта к требованиям, которые были изначально оговорены. Сбор требований. Это процесс, который сам за себя из названия можно понять. Это процесс определения документирования и управления потребностями и требований заинтересованных сторон для успешной реализации проекта. На успех проекта очень сильно влияет вовлеченность всех заинтересованных сторон в выявлении и декомпозиции потребностей в требованиях, а также тщательность определения, которые предъявляются к продукту или же к услуге, или же все-таки к конечному результату проекта. Определение содержания проекта. Это процесс очень подробного описания проекта и продукта. На выходе этого процесса мы получаем четко определенные границы проекта. То есть мы имеем перечень задач, которые мы будем решать в проекте, и перечень задач, которые мы решать просто не будем. Например, если мы разрабатываем какое-то мобильное приложение, мы можем оговорить, что в рамках проекта мы разрабатываем непосредственно сам продукт, мы обязуемся предоставить исходный код заказчику, но мы не будем выкладывать непосредственно уже готовый продукт на App Store или Play Market. Или же мы можем предположительно сказать заказчику, договариваться сразу с заказчиком, что да, у нас там будут митинги, колы какие-то, но мы не берем на себя обязательства и мы не будем в рамках проекта, в масштабах проекта выезжать к заказчику. То есть это может быть изменено, но это будут изменены условия проекта и фактически это будет change request. Следующий выход в процессе определения содержания мы четко оговариваем ожидаемые результаты. То есть все, о чем мы говорили, мы фиксируем документально, очень-очень-очень подробно. И у заказчика, и у нас, у нашей команды исполнителей должна быть одинаковая картина результатов реализации проекта. Следующий процесс это создание иерархической структуры работ или work breakdown structure. Это процесс разделения предоставляемых результатов проектов и работ по проекту на меньшие компоненты, которыми в принципе легче управлять. На выходе или результатам этого процесса мы имеем саму структуру, схематическую структуру, в которой есть такая себе блок-схема, в которой есть большая задача и она побита на более мелкие задачи. Если вы занимаетесь разработкой программного обеспечения, то я вам рекомендовал бы вам, чтобы в конечном итоге вот эта вот структура, она была подана на оценку в таком виде, чтобы конечный блок, то есть самый маленький объем задач, который был в этой структуре, мог один разработчик решить на протяжении одного рабочего дня. Как у вас в компании принято, это индивидуально. Лично я считаю, что разработчик на протяжении 8-часового рабочего дня в состоянии эффективно работать где-то 6-6,5 часов. Исходя из этого, я разрисовываю эти структуры таким образом и в принципе таким же образом я стараюсь подавать задачи на оценку. Есть компании, в которых определено рабочее время 8 часов и разработчику ставится задача закрыть 8 часов работы по задаче. Им создаются условия, очень комфортные, когда разработчик может пойти поиграть в теннис, посидеть, порубиться в приставку. И чем бы он ни занимался на протяжении рабочего дня, это чисто его личное дело, но к определенному времени, например, к утру следующего дня, будь любезен, 8 часов по задачам закрой. Такое в украинских компаниях тоже практикуется и практикуется достаточно успешно. Следующий процесс — это процесс подтверждения содержания. Это процесс, в принципе, формальной приемки получения поставленных результатов проекта. То есть это не сам процесс передачи, а именно процесс, как бы так правильно сказать, согласования с заказчиком, что все, что описано в документации, в скоупе, это все действительно то, что он хочет получить во время сдачи проекта. То есть по результатам реализации проекта он хочет получить именно вот это. Здесь очень важный момент, я об этом говорил ранее. У заказчика и у вас, у вашей команды, должна быть абсолютно одинаковая картинка по содержимому проекта. Что вы решаете, какие способы решения задач, что на выходе будет. То есть эта картинка должна быть абсолютно одинаковая. Чем больше требований вы сможете взять из заказчика, выводить, выпросить, уточнить, тем вероятность того, что проект будет сдан именно в том виде, который ожидает заказчик, вот прям один к одному, вот эта вероятность, она увеличивается. Следующий процесс, это процесс контроля содержания. Это процесс мониторинга состояния проекта или продукта, а также управления изменения базового плана по содержанию. Я хочу обратить ваше внимание на то, что если у проекта меняется цель, содержание это один вопрос. Вот если у проекта меняется цель, то, ну как по мне, то это уже совсем другой проект. То есть мы брали, строили-строили дом, цель была построить дом, а тут бабах и цель, чтобы поехал автомобиль. То есть так, чтобы вы себя понимали, когда меняются задачи по проекту, смотрите, чтобы они не расходились с целями проекта. Они должны попадать, скажем так, в скоб и решать эти задачи, которые дополняются или меняются, они все же должны решать там какую-то составляющую из целей проекта. Если задача идет в противоречие с целями проекта, эта задача вообще просто не из этого проекта, от нее нужно отказываться, нужно убеждать заказчика, что проект не преследует такой цели. И эту задачу в проект брать просто нельзя. Один маленький еще момент, что вот это вот неконтролируемое расширение, оно очень сильно влияет на сроки. Вы можете этого не заметить, но на сроки оно повлияет железобетонно. Чтобы не произошло такого, что вы не заметили, есть несколько методологий, если касается это разработки программного обеспечения, есть методологии, которые обязывают команды разработки или команды разработчиков проводить дейли-митинги, на которых рассматриваются задачи, которые были сделаны в предыдущий день, планируются сделать и рассматриваются блоки, которые возникли во время решения определенных задач. Также после идентификации этих блоков ищутся и находятся решения по их устранению. Вот есть еще такая замечательная фраза, которая озвучила Анжела Арнц. Если ты не контролируешь все, вот такая вставочка от себя в проекте, ты не контролируешь на самом деле ничего. И сейчас я такие, дам вам маленькие ремарочки, что ли. В разных компаниях процессы сбора требований, они, в принципе, организованы по-разному. Когда работает большая компания-заказчик с большой компанией, которая предоставляет услугу по разработке или реализации проекта, тогда вот этот процесс сбора требований, он выглядит, наверное, следующим образом. Какая-то проектная группа на стороне заказчика и проектная группа на стороне исполнителя. И тогда эксперты с одной стороны общаются с экспертами с другой стороны. Это такой более затяжной процесс. Там должно быть соблюдено много формальностей, документирования, протоколы собраний, совещаний, фокус-группы. Но есть ситуации, когда это все выглядит гораздо проще. Когда есть какой-то один заказчик в лице одного человека или же со стороны компании-заказчика, но опять-таки один человек, который назначается продукт-оунером, и он несет ответственность перед своим руководством за проект. И со стороны исполнителя с заказчиком сначала общается сейлс-менеджер. Перед первоочередной задачей, которого является вытянуть или получить от заказчика минимум требований, может не минимум, а более общие требования. Команда исполнителя работ делает первичную оценку, и по результатам этой первичной оценки заказчик принимает решение работать дальше с этой командой или же искать другого исполнителя. Бывают такие ситуации, когда сейлс-менеджер на первом же этапе подключает пьема к диалогу с заказчиком. Если вы попадаете в такую ситуацию, вам как пьему настоятельно рекомендую быть хоть немного в теме, хоть немного экспертом в той области, о которой вы будете разговаривать. То есть вы должны от сейлс-менеджера получить хоть немного, какой-то минимум информации, о чем будет идти речь, в каком направлении придется решать задачу. Если вы с этой отраслью еще не сталкивались, то вам достаточно быстро придется прошерстить какие-то ключевые моменты по этой отрасли, чем отрасль занимается, какие основные показатели, как конкуренты чувствуют себя на рынке. Только после подготовки уже включаться в диалог. Очень желательно вам обходиться во время вот таких вот митингов, разговоров, стараться обходиться без исполнителей. Во-первых, вы будете отвлекать исполнителей от выполнения каких-то работ по другому проекту. А во-вторых, очень часто исполнители, они, ну, скажем так, немножко пренебрежительно относятся к клиенту, и не все в полной мере понимают ценность обращения клиента в вашу компанию. Заказчикам в любом случае нужно разговаривать на языке бизнеса. Если вы будете говорить о том, что вот в этом проекте нужно реализовать вот это, там, какую-то функцию, какую-то фичу, а вот это вот лишнее, очень весомым аргументом будет, если вы заказчику приведете, там, какую-то статистику или поиграете немножко на суммах, что, допустим, там, вот этот функционал в продукте, он не настолько востребован, но для того, чтобы его реализовать, ну, вам нужно вложить вот столько, там, денег и прождать, там, какой-то определенный период времени, там, месяц, допустим. Но, опираясь на статистику, там, или на динамику развития рынка, этот функционал сейчас, там, особым спросом не пользуется. Или вы можете сказать, что давайте, вот есть вот такая вот фича, вот сейчас там дуновение, какое-то новшество, какие-то технологии, вот весь мир на этом помешался, и вот прямо сейчас это очень востребовано, и делается это, там, за две недели, пока не спал на это ажиотаж. И реализация вот этой фичи вам будет стоить вот столько, а вашему бизнесу, там, вашему бизнесу это принесет, там, вот такую-то прибыль. Во время обсуждения деталей по проекту, как я уже говорил ранее, из заказчика нужно вытянуть как можно больше требований, как можно больше нюансов, как можно больше подробностей. Имея это все вот в большом количестве, вы более четко вместе с заказчиком будете представлять себе ожидаемый результат. Уже если это все будет задокументировано, вам просто придется не разочаровать заказчика. Настоятельно рекомендую не соглашаться реализовывать глупости. Если вы реализуете какую-то глупость, не сумеете убедить в этом заказчика, в итоге, ну, заказчик может предъявить претензию к вам с таким вопросом, почему вы мне об этом не сказали? Ну, окей, сказали, а почему вы меня в этом не убедили? Также во время переговоров с заказчиком может, ну, бывают такие ситуации, когда вас просто там по каким-то соображениям, как вот в роли PM, вас просто не допускают к заказчику. Я абсолютно уверен, что такие ситуации бывают, я в таких ситуациях был сам. В такой ситуации для вас будет лицом заказчик, ну, заказчиком непосредственно, тот человек, который разговаривает с заказчиком и передает требования вам. Это может быть там или сейлс-менеджер, или бизнес-аналитик. Очень дискомфортно. Время между вопросом и ответом очень сильно затягивается. Я вам сейчас хочу показать схемку такую. Это называется, вот эта схема, она отображает, в принципе, что должен содержать продукт на начальном этапе, наверное. То есть есть, в каждом продукте есть функционал важный и нужный, есть функционал дополнительный. Вот это вот MVP модель, минимум available product, минимальный жизнеспособный продукт. Вот вам, глядя на эту схему, чтобы вы себе понимали, если вы работаете, вот абсолютно однозначно, если вы работаете с какими-то стартаперами, если вам заказывают продукт на попробовать, на прощупать рынок, и если во время реализации вот такого продукта вы себя правильно поведете, преподнесете себя или покажете себя с очень положительной стороны, вы получите кучу плюсов в карму и с большой вероятностью вам этот продукт достанется на дальнейшее развитие. Все фичи, весь функционал, он должен у вас попадать вот в этот самый левый верхний квадрант. Там выполняются два условия. Это продукт максимально жизнеспособный и при этом он имеет всего небольшой функционал, там несколько фич, основных причем. Все остальные квадранты, они либо ведут просто к смерти проекта, когда продукт не жизнеспособный, потому что в нем ничего нет. Это по определению, по-моему, любой продукт на старте он такой. если очень много функционала, но этот функционал не востребованный, это тоже продукт, он просто обречен на смерть. По-другому не скажешь. Да, такое слово, наверное, грубое, депрессивное, но факт остается фактом. И есть еще такой момент, когда функционала очень много, продукт жизнеспособный, и это, вот тут есть такие затруднения, во-первых, время релиза затягивается, когда этот продукт пытаются утяжелить функционалом, вроде бы, когда хорошо, здорово, заказчику попадает весь функционал сразу, но при этом время получения обратной связи увеличивается очень сильно, и, ну вот, можно очень долго ждать, чтобы себе понять и сориентироваться, в каком направлении дальше развивать продукт, что пользователям более востребовано, что менее востребовано, что не востребовано вообще. При этом вы уже увидите, какой функционал, который вы реализовали, он фактически, на самом деле, абсолютно лишний, он пользователю не нужен. И можете попасть в достаточно неприятную ситуацию, когда деньги на проект потрачены, а задачи, которые решены в проекте, они не востребованы или востребованы совсем не в том объеме, как вам хотелось бы. Еще очень важный момент. Вся документация по проекту, особенно в разрезе содержания проекта, она должна быть утверждена заказчиком. Я еще раз повторюсь, вся информация, которую вы оговариваете, она должна лечь в документ, и она должна в полной мере описывать картину и подробности вот этого нюанса, вот этого продукта, который вы разрабатываете, над которым вы работаете. Задание, каждый пункт задания, он должен быть сформулирован очень точно. Как можно меньше коммуникации, чтобы у вас потом было с заказчиком с вопросами. Это отчасти говорит и о уровне вашего профессионализма, вашей команды. Имейте в виду, что когда вы общаетесь с заказчиком, то, о чем вы будете говорить с заказчиком, это в принципе лицо команды. Если вы себя будете вести, скажем так, не очень профессионально, будете во всех вопросах плавать, это минус компании вашей. Эти же еще раз, вот эти вот задачи, которые были описаны, по ним, вот помимо того, что одна картинка есть у всех в голове по проекту, у исполнителя, непосредственно ребята, которые будут, ваши коллеги, будут реализовывать этот проект, у ваших коллег не должно быть уточняющих вопросов по задачам. Или они должны быть настолько несущественны, вот просто мелкие при мелкие, чтобы эти вопросы не превращались в большие задачи, не сдвигали планы по проекту и не увеличивали сколб, причем, скажем так, такие ненужные увеличения сколба. Будьте готовы к тому, что ваш проект, он будет менять сколб. Это нормальная ситуация. Заготовьте документ, который будет просто носить название Change Request. К вам будут поступать запросы на изменения с заказчиком. Вы будете вносить это аккуратно в документ, вы будете обговаривать эти запросы, вы совместно с заказчиком будете принимать решение реализовывать это или нет. таблицу вот эту я вам покажу, предоставлю тогда, когда будем разговаривать об оценках по проекту. Тема сегодняшнего занятия полностью раскрыта. Увидимся в следующий раз. Всем до свидания и хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова